МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из строя выведено 11 военных аэродромов, уничтожено 18 танков и других боевых бронемашин, 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица военной автотехники и 5 боевых катеров, а также 13 пунктов управления и узлов связи и 14 зенитных ракетных комплексов. Также колонну российских войск заметили в 35 километрах от Киева. Военнослужащие двигались по улицам поселка Дымир в сторону военной базы и аэродрома Гастомель, где с вечера 24 февраля идут бои. По оценке некоторых экспертов, ситуация сейчас гораздо серьезнее, чем в 2014. Экономист Василий Привалов объясняет, банки, на которые наложили санкции, ядро системы. Их корреспондентские счета за границей замораживаются, и, возможно, будет избирательное прохождение денег. По словам экономиста, политика всегда мешает экономике, а экономика всегда мешает политике. Для обычных граждан, которые держат сбережения в долларах или активно работают, делают переводы в долларах в страны, которые объявили санкции, новая реальность грозит заморозкой платежей. Но если вы держите рубли на визе или мастер-карте, но пользуетесь ими только в границах России, разницы не ощутите, уверен специалист. Больше всего спокойны бюджетники, пенсионеры, военные. Их давно плавно перевели на карту мир. А предпринимателям, возможно, придется придумывать схемы обхода санкционных банков. Если у них заключены какие-то сделки, то тут могут быть определенные серьезные последствия. Потому что контракты нужно соблюдать. Но и у нас есть другие банки, которые пока не попали под санкции. А у нас практически все банки, их там около 300, практически все имеют корреспондентские счета в других зарубежных банках. И можно через вот эти другие банки, по крайней мере, провести эти операции. Если система SWIFT, еще такая существует система транзакции, система платежная SWIFT, через которую проходят триллионы долларов ежедневно, вот если от нее отрубят Россию, ну тогда это будет худо. Это будет худо. Хотя Центральный банк утверждал несколько лет назад о том, что есть аналог SWIFT, и мы выйдем из любой ситуации. Тем временем, по информации РБК, богатейшие люди России за первый день военной операции на Украине потеряли более 38 миллиардов долларов. Больше всего потерял президент Лукойла Вагит Аликперов – более 6 миллиардов. Потери главы Совета директоров Северстали Алексея Мордашова составили 4 миллиарда долларов. А владельца НЛМК Владимира Лисина – более 3,5 миллиардов. Ростов-на-Дону попал в число городов, где аэропорты из-за ситуации на Украине перестали принимать и отправлять воздушные суда. Сейчас в городе находится наш бывший коллега Антон Киселенко, который поделился тем, какая сейчас обстановка в городе, находящемся всего в паре десятков километров от Донецкой Республики. У нас 120 километров до Донецкой Народной Республики. В целом в городе мирная жизнь продолжается, никто ничего, никакой паники нет. Люди живут, все работает. Самолет периодически пролетает, в том числе и над нашими домами. Слышны ревы двигателей, видны иногда бывают. Пролетая, да, в сторону Донбасса. А получается, сейчас из Ростова и в Ростов никто прилететь не может? Не может, нет. Сейчас весь юг закрыт полностью, все аэропорты. У меня коллега хотел выехать, вылететь вчера утром. Но посадку отменили. Уже после регистрации посадку отменили. И поэтому и поездами сейчас очень сложно, потому что все люди поехали либо туда, либо обратно, из Москвы, либо в Ростов. Придется, наверное, добираться ему автобусом. На этом у меня все. Спасибо за внимание.